Ходыш топ, дорогие друзья, начался месяц Элюль, самый светлый месяц в году, месяц, когда мы можем духовно расти и готовиться к великому празднику Роша Шана, когда мы будем стоять перед нашим Творцом и говорить ему, мы принимаем на себя Твое Царство, мы вновь и вновь принимаем на себя Твои заповеди. И точно так же, как Мошер Абейну, поднимаясь на гору Синай, уже в третий раз получать скрижали, он опять там был 40 дней на небесах, не кушал, не пил, опять он проходил вот эту невероятную духовную практику. Не очень понятно зачем, ведь он уже получил первые скрижали, и он уже освоил вот этот духовный уровень получить скрижали, так почему же ему нужно снова быть 40 дней на небесах? Потому что, чтобы получить скрижали, ты не можешь просто постучаться и их получить, без подготовки снова ничего не получится. И мы тоже не можем просто прийти на Роша Шана и сказать, Всевышний, Ты наш Царь, мы принимаем снова Твои заповеди на себя. Без вот этого элюля, вот этого прекрасного духовного тренинга, который состоит из 30 дней духовного роста, мы не сможем стоять на Роша Шана и правильно провести, качественно правильно провести этот святейший день, эти святые дни, Роша Шана, Йомки Кур и Сукот. Мы должны понимать, что мы находимся в замкнутой системе, наш мир это закрытая система, нас никто не спрашивал, хотим ли мы здесь быть, нас Бог создал, чтобы давать нам благо, и каждый наш поступок влияет на весь мир. Вот эта замкнутая система, она полностью зависит от нас. Если мы делаем правильные поступки, которые мы называем заповедями, мы сами поднимаемся высоко, поднимая все вокруг, весь мир, все наше окружение вместе с нами ближе к Богу. Но если, не дай Бог, мы делаем грех, мы разрушаем себя и весь мир. И тут есть два варианта. Либо Всевышнему придется, не дай Бог, нас наказывать и очищать нас от этого греха, от этого великого разрушения, которое мы сами себе создали. Либо мы сами в месяц Эл-Уль, в Роша-Шана, мы подготовимся, мы очистимся, и все разрушения, всю грязь, которую мы создали в течение всего года и прошлых лет, то, что мы не исправили, мы все сами очистим. И Всевышний нас примет, примет нашу цуву, наше раскаяние. Ведь написано, что в месяц Эл-Уль это время способствует раскаянию. Раскаивайся, ведь сейчас Всевышний тебя ждет, и все располагает к этому, и Бог как никогда близок к нам. И сказано, что кто сейчас не раскается, с него будет огромный-огромный спрос. Почему? Потому что тебе создали все условия. Ну вернись ты к Богу, к источнику добра. Как говорит Ицхак, вернись к заводским установкам. Наши заводские установки, быть с нашим Творцом на связи. Он хочет, чтобы мы были с ним. Но иногда мы отходим от этого, принося самим себе вред. Но сейчас мы можем вернуться на заводские установки. Мы можем все-все исправить. Мы можем и обязаны очиститься, чтобы на Роша-Шана мы стояли и говорили, Всевышний, ты наш царь. Мы чистые, мы без грехов. Мы сделали чуву. Пожалуйста, прими нашу чуву и давай дальше продлевать с тобой наш контракт. Дай нам жизнь. Дай нам все блага, чтобы мы могли еще больше приближаться к тебе. Чтобы мы могли еще больше делать добра и заповедей в следующем году. Я всем желаю хорошего Илюля, хорошей подготовки, чтобы эти 30 дней мы использовали просто каждую секунду. Звучит шафар каждое утро в синагоге, пробуждая наши сердца. Он трубит. И мы просыпаемся от вот этой вечной какой-то спешки. От наших постоянных каких-то забот. Работа, дом, коронавирус. У нас столько забот. Но сейчас мы просыпаемся. Мы можем встряхнуться от этого всего и вернуться ко Всевышнему, к источнику добра. И на Роша-Шана сказать, ты наш царь, давай продлевай с нами контракт. Мы хотим тебе служить. А Гутен Элул.